всем привет не так давно я рассказывал о стриминге в lossless и о том что в apple music теперь можно слушать музыку без потери качества я рассказывал об этом на своем канале лео стеф сегодня я так сказать вещаю если так можно выразиться на на двух сразу каналах на лео стеф и на канале за feel of danger так что подписывайтесь на за все в день же это канал нашей музыкальной группы и на мой канал лео стеф там много всякого про технику немножко про шоколад немножко про то что меня интересует еще заходите подписывайтесь лео стеф одно слово так что жду вас там и ждем вас на за feel of danger и вот почему собственно я вещаю на два канала поскольку мой гитарист попросил меня выбрать ему цап цап начального уровня цап это цифра аналоговый преобразователь то есть как бы то что раньше называли звуковой картой внешний цап они бывают со встроенным усилителем для наушников ну или вообще встроенным усилителем для акустической системы неважно просто как-то принято называть это усилитель для наушников могут быть со встроенным усилителем могут быть даже с какими-то дополнительными еще проигрывающими штуками но этот цап без подобных вещей поскольку он планируется к использованию с активными колонками и вот почему я решил рассказать об этом поскольку я говорил в своем обзоре lossless streaming в apple music что мол вот можно подключить цап достаточно недорогой и я решил выбрать именно потому что этот цап начального уровня то есть с этого вы можете начать и понять вам это вообще нужно слышите ли вы различия чего вам не хватает и ужасно на выбрать свой следующий цап и в то же время не потратить очень много денег поэтому всем тем кто в теме скажу сразу что давайте сразу давайте на берегу условимся что мы не говорим о цапах за 350 600 тысяч и все что я говорю нужно сделать во всем что я говорю поправку именно на это мы говорим о цапе начального уровня и этот цап смс л 8 смс л с ю 8 есть еще с ю 9 но с ю 9 в общем то там стоит лучше чип но там убрали собственные цифровые фильтры оставив только цифровые фильтры встроенные в чип и это на мой взгляд минус добавили зато bluetooth который не больно ты нужен стоит он в два раза дороже поэтому на мой взгляд нет смысла его покупать а здесь цена около 20000 тысяч в рублях очень такая демократичная и здесь есть как всем фильтров встроенных в чип так и 7 фильтров настроек звука если угодно 9 прошу прощения настроек звука собственных то есть комбинируя их еще по-разному вы можете настроить настроить звук этого цапа так как вам нравится и в юсб приемники здесь смс 200 процессор и этот приемник позволяет передавать звук по юсб до 32 768 dsd dxd до 512 по оптическому и коаксиальному можно передавать до 24 192 звука вход соответственно как я уже сказал коаксиальный оптический и юсб ну юсб вы в основном будете пользоваться выход с коэффициентом 2 и 1 на арсей и 4 на xlb балансный snr этого цапа 16 децибел диапазон 120 децибел коэффициент гармоник коэффициент искажений 0.003 что вполне нормально для отрасли и какой-то запретенный показатель но для этого цапа даже более чем хороший для цапа подобного уровня ниш низко шумящий икон генератора там стоят по одному чипу cyber q38 cyber q9038 то есть 38 чип не про версии обычная по одному чипу на каждый канал каждый канал обрабатывается отдельно соответственно это дает нам лучшее качество кроме того здесь использована действительно интересное решение схемотехническое за счет этого мы видим что при том что здесь куча всего и всяких фильтров и того и и 5 и 10 но искажение здесь не так то и уж и много не такая уж и большая цифра до три тысячных совсем совсем немного кроме того этот цап позволяет вам использовать его в связке с интегральным усилителем от этой же фирмы но у нас здесь только цап и ничего больше я на своем канале не практикую распаковки поскольку не люблю этого и это делают во первых все это уже не не интересно и как-то в общем это не мое совсем но вот такая вот коробка но сегодня у нас такой смешанный формат двух каналов поэтому я позволю себе распаковать этот цап просто покажу вам не включать не буду здесь у нас упаковка всякая разная макулатура ненужная нам провод питание обычный собственно как в россии вилка обычная вы видите все обычная юсб для подключения тоже стандартный ничего здесь такого нет а вот шнуров для подключения ваших колонок или мониторов вам не дают поэтому вам придется купить их самостоятельно у этого устройства и есть удобное управление экранчик и пульт вот он собственно этот путь сейчас мы попробуем достать из пленки вот он этот пульт тут вот это вот собственно управление круглое здесь вы можете переключаться по меню переключать фильтры глядя на монитор ну здесь в общем достаточно много вот различных кнопок вот так он выглядит сзади этот пульт и сам чип сам чип самцап собственно сейчас мы его освободим тут от всяких пленок и ненужных вещей но мало нам интересных и вот сам по себе цап вот он сзади три ножки резиновых чтобы он стоял кстати ножки довольно качественные вот так он выглядит спереди вот тот тот самый экранчик которым вы будете видеть меню и сможете переключаться вот так собственно выглядит сверху вот так за боков но здесь ничего интересного что с этого бока что с этого бока и вот сзади сзади здесь все входы вот арсии входы вот здесь питание вот здесь xlr пожалуйста вам и все все вот эти вот входа это все вот сзади его вид сзади подключаться вы будете сзади корпус сделан из алюминия как вы можете видеть ну повторюсь он весит килограмм принципе вам с ним не бегать потом уже думаю что вес данном случае не критичен вот так собственно и выглядит этот такой он из себя вот что он из себя представляет соответственно наверное пожалуй на этом все о нем уже каких-то тестов но я не вижу смысла даже если я его сейчас подключу в аудио тест в ютюбе но это такое себе есть вы все равно ничего толком не услышите поэтому думаю что смысла в этом большого нет не хочет находить из моих добрых рук закрываться вот вот закрылся наконец это было пенопласт от него тоже в принципе не уже не нужный нам вот такой рассказ о чипе о цапе смс л с ю 8 вот примерно на этом я предлагаю вам слушать или на чипе подобного уровня на цапе что же все время цап сегодня называют чипом прошу прощения нация с помощью цапа подобного уровня вы ему можете подключить и каймэк и к макбуку или к компьютерной винде почему нет вот именно с помощью таких вещей вполне вы сможете слушать лослис музыку они полностью поддерживают все вот эти форматы которые в которых будет доступна музыка лослис формата в которых будет доступна музыка в apple music и даже больше они поддерживают поэтому это будет хорошее начало для вашей домашней звуковой системы или хороший апгрейд уже имеющийся ну что ж на этом попрощаюсь с вами подписывайтесь на the feel of danger подписывайтесь на левый ст.ф. всего вам самого доброго и пусть у вас все будет хорошо